Время подвести итоги прошедших событий Завидуйте мне, друзья, ведь я вот этими, вот этими глазами видел просто такое сумасшедшее шоу, от чего по вашей коже мурашки побегут, а коленки начнут лихорадочно трястись. О чем это я? А вот смотрите! В минувшую субботу тысячи алматинцев стали свидетелями уникального головокружительного в буквальном смысле этого слова зрелища. Четверо лучших европейских модов и стайлеров Ник Франклин, Кирилл Гаврилов, Алексей Колесников и Алексей Айсен открыли экстрим-сезон своими безбашенными и крэйзи-трюками, тем самым задав драйвовый и динамичный ритм всему лету. Мировой турнир фристайла в мотокроссе Red Bull X Fighters Jams зародился в 2001 году в Испании, в стране, в которой страсть щекотать нервы известна еще с кориды. А теперь и жители южной столицы могут воочию увидеть самое зачетное экстремальное шоу. Самые крутейшие трюки, самые чумовые трюки, самые крутые райдеры, все здесь, поэтому мне очень приятно выступать в рамках этих мероприятий, потому что это всегда весело, всегда здорово. Red Bull X Fighters Jams – это место, где собираются все те, кто не представляет своей жизни без драйва и адреналина, движения и динамики, мотофристайлеры, байкеры, велодрайверы, роллеры и даже денсеры. Мне очень понравилось, все было супер, такие трюки были нереальные, сальто назад, прыжки, а не мотоцикл отпускали в воздухе, но это было супер. Мы снимали, смотрели, было очень здорово, круто. Эмоции на самом деле вообще непередаваемые, я раньше такое по телевизору видел, сегодня, извиняюсь за выражение, просто офигел. Впечатления суперские, до сих пор не могу отойти, вот, самого трясет от адреналина. Они вообще молодцы, не каждый бы на такое решился, мне кажется. Виртуозное мастерство мотофристайлера, вот ради чего толпы людей стремятся увидеть это захватывающее шоу. Сальто назад, Супермен, Ленивец, Канкан, Скалолаз, это далеко не все агроматические трюки, которые выполняют райдеры, дабы заставить сердца поклонников трепетать. Жаль, что объективы камер не в силах передать всю остроту ощущений, иначе, дорогие телезрители, выброс адреналина в кровь вам был бы обеспечен. Далее в хедлайнере неприятности снова нашли мисс «Нетрезвое вождение» Линдси Лохан, а Том Круз перевоплотился в хард-рок музыканта 80-х. Совсем скоро стартует мировая премьера фильма режиссера Адама Шенкмана по одноименному бродвейскому мюзиклу «Рок на века». Киноверсия мюзикла рассказывает о молодом рок-музыканде, жаждущем славы, и девушке из маленького городка Шерри Кристиан, приехавший в Лос-Анджелес для осуществления американской мечты. Оба случайно оказываются на рок-сцене в легендарном голливудском увеселительном заведении «Сансет Стрип». Историю музыкальной площадки 80-х годов прошлого века передают с помощью песен таких исполнителей, как «Бон Джови», «Джорни», «Пойзон», «Твистед Систерс», «Деф Лепард», «Форин» и «Найт Рейнджер». Это очень позитивный фильм. Я снимался в разных фильмах, но играть в мюзикле — это как вызов, и мне очень понравилось. Я долго изучал биографию рок-музыкантов того времени и каждый день пел и танцевал по пять часов. Круз сыграет икону длинноволосых рок-групп Стейси Джекса и взорвет сцену под хиты «Wanted Dead Oil Life», «Faradise City» и «Rock You Like a Hurricane». Том не единственный, кто выступит в роли рок-музыканта. В картине примут участие также Рассел Брент, Малин Айкерман, Пол Джамиси, Алик Болдвин и Кэтрин Зетта-Джонс. На широкие игры на Казахстане картина «Рок на века» выйдет в середине июня. Голливудская актриса Линси Лохан, которая своим плохим поведением заработала больше популярности, нежели за актерский талант, снова в центре внимания и снова у нее неприятности. Только на этот раз Лохан — пострадавшая сторона. Накануне девушку госпитализировали после столкновения ее Порше с грузовиком. Инцидент произошел на прибрежном шоссе неподалеку от Лос-Анджелеса. Вместе с актрисой в автомобиле находился ее ассистент. Лила направлялась на съемочную площадку, где проходила работа над последним фильмом «Лиз и Дик». Машина актрисы получила серьезные повреждения, все участники инцидента отделались легкими ушибами и ссадинами. Полиция констатировала, что в крови актрисы и второго пассажира Порш не было зафиксировано следов наркотиков или алкоголя. Водитель грузовика также оказался совершенно трезв. Напомним, в 2007 году Лохан была привлечена к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, после чего ее приговорили к пробации. В 2010 году она снова была приговорена к 120 дням тюремного заключения и 480 часам общественных работ в морге. И лишь в марте этого года Верховный суд округа Лос-Анджелес постановил прекратить пробацию в отношении Лило. От такого количества уведенных мною блондинок в одном месте у меня лично чуть голова не пошла кругом. Да и у них башню, по-видимому, в этот день снесло не на шутку. А как это еще понимать? Я у них, значит, спрашиваю, как дела? А они мне, хочу поездку в Париж. Что сказать, блондинки? Ох уж эти блондинки! 8 июня французский дом, что находится в южной столице, оккупировали белокурые дамы. Каждая из них пришла попытать удачу в очередной супер-акции от магазинов «Французский дом», «Планета красоты» и «Бьюти Мания». Напомним, 30 мая мир отметил День блондинки, и в честь этого магазины «Французский дом», «Планета красоты» и «Бьюти Мания» подарили всем белокурым красоткам Алматы возможность выиграть отличные подарки. Первый из которых – шикарный набор от «Французского дома», «Планеты красоты» и «Бьюти Мании». Второй – «Ужин со звездой». И главный супер-приз – поездка в Париж на одну персону. Кстати, стоит отметить, что путешествие в город влюбленных очень скоро сможет выиграть еще одна блондинка. Очень приятно, вы знаете, то, что «Французский дом», «Планета красоты» и «Бьюти Мания» проводит такие акции, и хочется сказать, что 28 числа этого месяца, 2012 года, будет «Мисс Блондинка». Это такой большой конкурс по всему Казахстану. Будет выявлено 5 лучших блондинок в Казахстане, и у них такие завораживающие призы. Кто-то поужинает со звездой, а кто-то погодит в Париж. Поднимать настроение в день розыгрыша белокурым красоткам в свои мужественные руки взял виджей хитового Фима Иванов, который, в свою очередь, порадовал подарками самых активных участниц интерактивных игр. К слову, победительницы получили новый аромат соблазна и истинного удовольствия – Брада Кэнди. Единогласно, по-моему, выиграла Лариса, да? Да, да, да. Давайте поаплодируем еще раз. Вот что значит человек, который многое читает, еще и сочиняет стихи. Ну что ж, а мы вернемся к главному розыгрышу. После того, как своих счастливых обладателей нашли шикарный набор и ужин со звездой, из барабана был извлечен купон победительницы главного приза поездки в Париж, который стала натуральная блондинка по имени Надежда Арделян. Я приобретала косметику в магазине Beauty Money, который находится по улице Фурманова. Конечно, я хочу выразить свои огромные слова благодарность за предоставляемую возможность посетить Париж, за то, что дарят всем женщинам такую радость, дарят красоту, молодость. Огромное спасибо. Ну что ж, а мы вам еще раз хотим напомнить о конкурсе «Мисс Блондинка-2012», что пройдет 28 июня во французском доме, где будут выявлены пять самых красивых блондинок Казахстана. Уже четыре года группа NG качает любителей хорошего саунда своими качественными и зажигательными треками. Немалый срок, учитывая все трудности, предстоящие у них на пути. В минувший уикенд Раф и Нурси собрали всех друзей, чтобы вспомнить нелегкое начало творчества и отметить нынешний успех. Всем привет, меня зовут Мурат Матурганов, это Хедлайнер. Сегодня вечеринка, непростая вечеринка, сегодня день рождения у группы NG. Ну и, конечно же, у солиста группы NG, у Рафа, поэтому будет очень весело, круто и танцевально. Я пошел! Дождливым воскресным вечером в одном из фишенебельных клубов Алма-Аты звучали зажигательные песни, под которые танцевали звезды и самые близкие друзья группы NG. В этот день коллектив отмечал свой день рождения – четыре года работы на сцене. Поздравить Нурси и Рафа пришли как коллеги по сцене, так и преданные поклонники. Я сегодня поздравляю группу NG с днем рождения. Желаю творческих успехов, чтобы у них всегда все было хорошо и всегда были отличные новые видеоработы и новые киты. В первую очередь, конечно же, хотела поздравить нашего Рафа с днем рождения. Я хочу также ему пожелать стабильности. Дорогой Равиль, любимая наша группа NG. Мы поздравляем вас с днем рождения. Мы вас любим! От чистого сердца хотел бы поздравить группу NG Рафа с этим знаменательным событием, чтобы эта группа пробилась на запад. Вечеринка не обошлась без выступления самих виновников торжества, которые заряжали танцпол своими хитами и неуемной энергией. Для всех гостей вечера именинники сделали приятный сюрприз. Сегодня презентация нового видео, который прям сразу после нашего день рождения запустится по телеканалу HitTV на песню «Взлетай». За окном дождь, но у нас жара, у нас позитив. Несмотря на технические неполадки со звуком, гости вечера остались довольны новой видеоработой. Друзья, моя вечеринка была офигенной, было все очень танцевально, позитивно, весело. Я лично пел Рафа и группы NG песенку «С днем рождения тебя!» Очень устал, поэтому меня зовут Мурат Матурганов, специально для Headliner. Пока! Это был Headliner. Мы делимся тем, что интересно нам самим. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok